Добрый день, дорогие друзья! Давно, очень давно не было подобных видео, потому что машины у меня под рукой сейчас особо нет. Вот, но вот я с ней воссоединился временно, поэтому немножко давайте поговорим с вами. Вот, с одной стороны, из текущих новостей можно выделить, что продолжается конфликт в Восточной Украине, а никуда он, собственно говоря, не девался. Северное причерноморье присоединено к России. Но это, в общем, тоже уже не новость. Уже видите, такие какие-то моменты произошли, которые уже даже как-то обсуждать уже, наверное, поздно. Но кое-что интересное действительно хочется сказать. Я уже отчасти, кто смотрит мои лекции, тот уже многое из того, что я сегодня скажу, знает и слышал по поводу экспертов, да, по поводу того, что по сути оказалось, что ни эксперты, которые, скажем так, относятся к западному экспертному сообществу, ни наши эксперты в своих анализах оказались совершенно неправы. Точнее, правы не оказались ни те, ни другие. Что касается наших, да, то мы помним, что в начале конфликта на Донбассе речь, в общем-то, шла о том, что конфликт будет недолгим и будет проходить по сценарию известного нам грузинского конфликта. Я тоже такое предполагал, но я опирался на других экспертов, которым я, в общем, доверял в тот момент. Но, как оказалось, это так не работает, и конфликт затянулся. Затянулся, мы понимаем, что затянулся он в известной мере по причине поставок натовских вооружений, вот, которые усиливают украинскую армию объективно. Вот. Ну, а, тем не менее, экспертиза всяких разных профессиональных политологов, я все-таки не политолог, и вообще у меня обе диссертации не про современную историю, поэтому я лишь предполагаю какие-то возможные сценарии. Там люди, которые по политологии получают степени, которые на этом специализируются, они давали, откровенно, неправильные оценки действительности. Вот. Что касается наших, я уже сказал. Но, что касается западных, если вы думаете, что там дело обстоит как-то лучше, нет, отнюдь. Дело в том, что там тоже, собственно, делалась ставка на то, что санкции очень быстро сломают хребет российской экономики. Поначалу даже начало так казаться, когда доллар подскочил до 120, но потом как-то все вернулось более-менее на круги своя. Не то, чтобы российской экономике стало суперхорошо от произошедших санкций, но и какого-то выключения ее тоже не произошло. Чего нельзя сказать об экономике некоторых стран Евросоюза, которые, оставшись без энергоносителей, оказались в совершенно не, так сказать, в самом невыгодном положении. И заводы, как мы знаем, особенно те отрасли, которые требуют большого количества энергии, а это, например, металлургия, это автопроизводство, это производство удобрений. Пятое-десятое. Все это тоже накрывается медным тазом. Вот это тоже, конечно, показатель того, что фактически наши чудесные эксперты на Западе, где работают целые институты, и зарплату они получают не в рублях, а в евро или в долларах, они тоже, как прогнозисты, такие собой. Вот такие вот дела. То есть это объективный факт, и его, что называется, нужно учитывать. Поэтому, когда вы смотрите новости, имейте в виду, что даже если, может быть, тот, кто их произносит, не то чтобы напрямую заангажирован в чью-либо пользу, он, тем не менее, далеко не всегда говорит что-то полностью правдивое, потому что он либо опирается на высказывания официальных лиц, я, например, когда говорил о том, что, скорее всего, войны не будет, опирался на высказывания Марии Захаровой. Женщины вполне при официальной должности, вот, которой, по идее, мы должны верить. Но оказалось, что спецоперация началась. Вот. Поэтому думайте, что называется своей головой, но чтобы эффективно это делать, нужно много знать. Для того, чтобы у вас были какие-то для сравнения, что называется, примеры. Примеры, благодаря которым можно, в принципе, понять, вообще, на что похожа текущая ситуация. Но она, на самом деле, отнюдь не оригинальна. Вот. И та, которая происходит вокруг Украины. Интересная. Гораздо более интересной является ситуация, в рамках которой Америка теряет традиционных своих союзников в Азии. Вот. И всяческие форумы по взаимному доверию в Азии показывают, что, объективно, уровень поддержки и в общей азиатской интеграции, причем там были страны, даже те, которые друг друга не очень любят. Какой-нибудь Иран и Саудовская Аравия, например. Или там Иран и Турция, которые, в общем, поддерживают противоположные стороны в ходе гражданской войны в Сирии. Ну и так далее. Тем не менее, все собрались, все, так сказать, начали говорить об экономике. Вот. И так далее. Это правильный подход, потому что вот этот идеологизированный подход, что мы лучше там помрем, но не будем что-то делать, он малопродуктивен и на дальнюю перспективу ничего не дает. Имейте в виду, что все войны заканчивались миром. Это надо понять, принять и успокоиться. И, кстати говоря, далеко не всегда победитель мог, так сказать, полностью на 100% свои завоевания сохранить. Если вы уважаете, допустим, какого-нибудь Петра I, то имейте в виду, что, хотя Северная война закончилась для России победой и выходом в Балтики, с этим никто не спорит. Но Россия в то же время выплачивала довольно заметную контрибуцию Швеции. Или там, допустим, русско-турецкие войны практически всегда заканчивались тем, что Россия возвращала часть территории Турции, сохраняя лишь часть своих завоеваний. Это такой факт, и относится он не только к российской истории, к любой другой, но за исключением, может быть, войн, которые велись уже на уничтожении. Допустим, когда была Третья Пуническая война, и римляне под орех снесли просто карфаген и засыпали его солью. Ну, там да, там неудивительно, что они присоединили к себе и, собственно, территории карфагена, и, в общем, полностью его, как государство, ликвидировали. С этим никто не спорит, но это немножко все-таки другой случай, вот, и карфаген был уже к тому времени низведен до уровня, фактически, города-государства, поэтому неудивительно, что так и получилось. В случаях таких, может быть, чуть более, ну, столкновений чуть более крупных государств, подобный сценарий, конечно, вряд ли возможен. Поэтому впадать в крайности не надо, думаем, что называется, своей головой, читаем книги, книги разные. Я вот, кстати, тут как-то некоторое время что-то сильно не читал, а вот снова вернулся к этому, и сейчас снова читаю книжки по вечерам, чего и вам советую. Разные, фантазийные, образовательные, потому что, понимаете, в значительной степени у нас вот этот вот дискурс и вот это вот обсуждение новостей, оно превратилось в какую-то, как это, суета-суета, всяческая суета, понимаете, то есть идет треп о том, о том, о чем никто ничего особенно сам не знает, вот, но что-то сказать надо. Я когда студентов обучаю, я привожу им пример, что делать выводы о каких-то событиях, которые происходят сейчас, да, это достаточно сложно. И, например, когда у нас какие-нибудь источники по более ранней истории, они противоречат друг другу, это не значит, что того или иного события вовсе не было. Это лишь значит, что это событие, оно освещалось с разных сторон. И мы понимаем, что, например, ровно как сейчас, если у нас события какие-нибудь в Украине, да, они освещаются российской стороной, особенно неофициальные, какими-нибудь уропатриотическими пабликами под одним соусом, а украинские уропатриотические паблики освещают его с совершенно противоположной стороны, то почему бы не было быть такому же раскладу где-нибудь при описании воина российской, так сказать, Киевской Руси, да, Новгородской Руси, против российского государства раннего, против Восточно-Римской империи, например. Или там войн российской империи с какой-нибудь турецкой империей. Тут разница только в том, что ко времени там турецкой войн русско-турецких там все-таки уже источников побольше, и там была и европейская традиция уже описания событий политических и традиция, это самое, российская, турецкая, а, допустим, для истории ранней Руси у нас вообще мало источников, мы даже имеем большую дискуссию по поводу того, когда родилась княгиня Ольга, вот, потому что там разные детали ее биографии одновременно становится запихать в одну судьбинушку довольно сложно. вот, и таким образом мы, тем не менее, уверены в том, что княгиня Ольга существовала, вот, но просто различные, опять же, неточности при описании, они есть сейчас, вот, они были всегда. Поэтому, чем больше знаешь, тем больше есть материалов, тем больше можешь ты найти каких-то непротиворечивых деталей, которые сходятся таки в единую картину. Ну, а люди, люди всегда, естественно, выпячивали свои успехи и прятали свои недоработки. Вот так я вам скажу, дорогие друзья, будьте счастливы, я надеюсь, может быть, еще успею записать пару видео такого формата на днях, но не обещаю. Всего доброго.